Это была очередная неделя чудесных запоребриковых новостей, отсматривать которые без улыбки было просто невозможно. Всем всего хватит. Кому не хватит, не стесняйтесь, пишите письма Москву. Ну а как не смеяться, когда чудаку, который чуть в лоскуты не порвался от криков про несуществующую Украину? Украину сделали, чтобы спровоцировать войну. Украина, это продолжение Октябрьской революции. Это мы сделали. Ленин, Сталин и Хрущев. Теперь мы начинаем, вот что там случилось. Это мы с вами ее сварганили. Вдруг берут и показательно дарят петуха, так сказать, с намеком. Что это? Это подарок. Причем подарок этот не от украинцев, а от своих же сограждан. Отдевай выше. Вот видите, чтобы поднимать решение. Кто-то, поди Соловьев, обзавидовался. Вроде как и стоял в не менее патриотичных позах, чем Жириновский. Зачем нам забирать? Луганск, Донецк. Зачем? Не Луганск и Донецк будут наши, а вся Украина. И Прохоровой дал искусать себя вдову. Черное море – суть объект искусственного происхождения, откопанный вручную древними украинцами, или, как их называют сами историки Незалежной, древними украми и с завистью. Вот где искрометный юморок про Черное море. Прохорова вполне может за плагиат в суд подать. Почему до сих пор Украина не переименовала Черное море? Но Черное не политкорректно. Что это такое? Black Sea. Назвали бы Afro-American Sea. Но здесь нельзя не отметить, что если в Украине и решат переименовать что-то Черное, то это будет исключительно Панкратов Черный. Клада. Ну а пока мужики боролись за петуха, депутат Госдуры, некто Мизулина, решила наладить контакт с украинцами. Причем, знаете, серьезную многоходовку разыграла. Куда той шахматной партии? Ходи лошадью. Лошадью ходи, дурак. Отстань! Чем больше прав у нас будет, тем мы менее свободны. Запрет – это свобода. Ну логично же, правда? Слово, которое что-то запрещает, это и есть самая большая свобода человека. Запрет – это как раз и есть там, где человек свободен. Так а при чем здесь Украина, спросите вы? А мы же не зря говорили, что схема сложная. Мизулина явно решила заменить штатного философа в мемах группы «Четкие пацаны». Так сказать, готовит запасной аэродром. Что ж, стратегически верный ход, особенно в свете того, как не постоянно все в русском мире. Обострение ситуации в Венесуэле власти страны сообщают о новой попытке госпереворота. За тысячи километров от Венесуэлы, в далеком Ростове, вечно легитимный пенсионер Виктор, ломая ручки в истерике, кричал… Остановитесь! Ну а где же я в празднике-то для Мадуро раскладушку найду? По-стариковски переживал Янукович. Хорошо, что меня в Ростове каждая собака знает. Люда пару дней где-то перекантуется. Как будто я иду в Донецке. Здрасте, 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 здрасте. Но главное, чтоб Мадуро картошку на сале любил и к запасам барматухи не сильно присосался. А то на всех диктаторов не напасёсся. И тогда есть все шансы, что сдружатся пацаны на волне общего горя. А Люду, если будет гундеть, можно и на Турцию отправить. А я на Турцию. Как они говорят, они тебе говорят, легли курсом на Турцию. С другой стороны, лично мы бы Фёдоровичу конкретно Турцию для жены сейчас не рекомендовали. Просто потому, что там Сирия через границу. А Россия-то в Сирии настолько всех победила, что лидер ИГИЛ, которого Шойгу точным ударом языка убил ровно 907 раз... Сергей Шойгу доложил президенту, что в мае в результате авиаудара по городу Ракка уничтожены более ста исламистов, среди них, возможно, главарь ИГИЛ Абубакр Аль-Багдаде. Весомые признаки указывают на то, что в числе уничтоженных боевиков главарь всей организации. Неожиданно выложил в сеть своё интервью. Мол, жив, легитимен и к Януковичу с Мадуро на картоху с салом не собираюсь. В сети появились вот эти кадры на записи главарь запрещенной в России ИГИЛ Абубакр Аль-Багдаде. Патриоты Ваня и Маша у экранов были страшно разочарованы. Благо, Востанкина вовремя придумали, как остановить зраду в зародыш. В общем, учитесь, ребята, как надо информационную политику строить. Это первый ролик с ним за последние пять лет, при том, что американская страна неоднократно заявляла, якобы лидер группировки уничтожен. Оказывается, это не Шойгу с друзьяками, а американцы сто раз докладывали о гибели Аль-Багдади. Американская страна неоднократно заявляла, якобы лидер группировки уничтожен. И вот уже зрадонька превращается в перемогу. Ну что, пиндосы, закусили? Выкусили? Тоже мне стрелки криворукие. То ли дело родимое импортозамещенное ВКС? Более чем 8 тысяч жертв в Сирии, среди мирного населения, которое было и убито ВКС РФ. Вопрос, против кого они воюют? Против ИГИЛ, оппозиции или мирных жителей? А вот где отмазаться вряд ли получится, так это в молодых недореспубликах. Там на этой неделе случилась большая трагедия. В ночь на 26 апреля на глубине около 300 метров произошел взрыв метана. В этот момент под землей были 17 человек. 17 трупов. Исключительно из-за халатности чинуш. Причем то, что все закончится именно смертями работяг, было понятно еще во времена Захарки с Ташкентом, которые ради баблишка захотели легализировать копанки. Сами по себе копанки дают довольно большой денежный оборот. Я предложил главе их легализовать. То есть это не было сделано никогда. Мы первые, кто взяли, их легализовали. В Луганской народной, конечно, решили не отставать. И к 18-му году возобновили добычу на шахте «Схидкарбон». Ну как к шахте. Достаточно просто взглянуть на фото, чтобы понять, что это типичная копанка, где нет элементарных условий для нормального труда. Но самое главное, как нам кажется, было вот здесь. Высокая концентрация метана в копанке начиналась уже с глубины в 160 метров. Глубина разработки велась гораздо ниже 160 метров. То есть допустимая граница метановой зоны. Однако шахтеров погнали на вдвое большую глубину. Ну а что? Они же все равно не откажутся. Другой работы нет. Ну а что было дальше, всем хорошо известно. Шахтеры спускаются в забой. Спустя несколько часов происходит взрыв. Причиной ЧП, предположительно, стал взрыв метана. Он произошел на глубине в 300 метров. В тот момент под землей находились 17 человек. Правда, работяг еще можно было попытаться спасти. Но неожиданно оказалось, что горноспасателей хорошего уровня в республиках просто нет. А оборудование, которое осталось от Украины за годы оккупации, ушло в страну Мальбору. Трагедия случилась с утра. Но пасечник и компания, забив на жизнь людей, упорно молчали. И только ближе к вечеру в качестве отмазки позвали на помощь спасателей из России. Сюда выводим у нас подразделения МЧС России. Ранним утром они будут здесь. Это связано с тем, что подразделения российских МЧС, скажем так, оснащены специальным оборудованием. Тем оборудованием, которого у нас, по большому сожалению, нет. И это был просто верх цинизма. Ведь отлично было понятно, пока последние доедут, спасать будет некого. Все 17 горняков, которые оказались в шахте во время взрыва метана под Луганском, погибли. Но вот что при таких вводных услышали жители оккупированного Луганска в главной местной итоговой программе. Силы МЧС республики выдвинулись на помощь горнякам, но сказалась украинская блокада и нехватка специализированной техники. То есть отправили работяг умирать на копанку, украли все горно-спасательное оборудование, а виновата Украина. Сказалась украинская блокада. Это один из самых четких маркеров лютой гебельсовщины, которую устроила Россия на оккупированных территориях. А кому мало примеров, так они вон даже бабушку сняли, которая, внимание, пять лет сидя в подвале, якобы ждала российского паспорта. Очень жду, конечно, попыстрее получить, чтобы можно было уехать. А теперь-то вот спасибо Путину, сможет к сыну в Россию поехать. Поехать в Россию, детей увидеть, внуков. Пять лет уже их не вижу. И ты смотришь и думаешь, ну, во-первых, если реально пять лет в подвале, то куда местные чинуши смотрели? Неужели не было возможности бабушку, ну, хотя бы в общагу переселить? Вступим в печку, чтобы было тепло. А вообще-то мы сидели где-то вот вообще в холодном здании. Не было ни печки, ни света, ничего не было. А во-вторых, что мешало без российского паспорта к сыну в Россию ехать? Или ему пофигу было, что мать в подвале живет, а тут такой, о, маманя, а вот теперь приезжай? Пять лет уже их не вижу. Уже соскучилась. Есть скромное мнение, что они вообще перестали заморачиваться на всякую там логику. Да и правильно. К чему логика, когда эмоции гораздо эффективнее работают? Иначе придется признать, что очень странно, просидев пять лет в подвале, из-за прихода русского мира, продолжать боготворить Путина. Субтитры создавал DimaTorzok